Воскресенье Александр Сергеевич Пушкин «Я дойду до последнего моря, и тогда вся вселенная окажется под моей рукой» Из летописей о Чингисхане Часть первая Это было в Багдаде Глава первая Резчик печатей Дуда праведный На площади перед главной мечетью Багдада На самом краю широкой каменной лестницы Сидел за маленьким столиком Дуда праведный И вырезывал надписи на шлифованных сердоликовых печатях На них он писал имена заказчиков красивой вязью Арабскими буквами с искусным расчерком На перстнях с камнями Он писал также таинственные заклинания Дающие силу и здоровье владельцу Или предохраняющие его от дурного глаза И губительных заклятий злых людей Дуда праведный Так звали Резчик печатей Кто из посетителей величественной мечети Не замечал согнувшегося мастера С длинной рыжей бородой И черными мохнатыми бровями Под которыми глаза казались сумрачными Затаившими сокровенную мысль Однажды к дуде праведному подошел человек Благообразный В дорогой шерстяной одежде абе Уже выцветший от времени С приветливой улыбкой на спокойном лице Он положил на столик полупрозрачный Молочно-голубоватый камень Называемый лунным И попросил вырезать надпись Хасан осторожный Бродобрей его святейшества халифа Ты меня прости, что я вмешиваюсь не в свои дела Сказал туда, не отрываясь от работы Но такая надпись может повлечь за собой нежелательные толки И даже опасные для тебя последствия Надо написать иначе Его святейшество халиф, как образец добродетели и совершенства Не должен и не станет брить бороды Это вызовет волнение в народе Машала, машала, не дай бог А какую надпись ты предложишь? Просил удивленный и обеспокоенный Хасан Твой предшественник, закончивший счеты с земной жизнью пять лет тому назад Как говорят, имел звание Абдулла Бербер Оберегающий бороду его святейшества халифа Такая надпись не вызывает никаких сомнений Оберегающий бороду И Дуда многозначительно поднял указательный палец Тогда и сам халиф, да будет над ним покой и благополучие Оценит твою осторожность Так ты и сделай, сказал Хасан резчику И хотел уже уходить, как вдруг заметил золотой перстень С надписью, которая чем-то привлекла его внимание А это что за печать? Спросил он и протянул руку к перстню Тут Дуда, праведный, с необычайной для него живостью Схватил золотой перстень и спрятал его в кожаную коробочку за пазухой Где хранились и другие драгоценности его заказчиков Я еще не кончил работы над этим перстнем И я не люблю показывать незавершенные вещи В это время к мечети подскакал молодой всадник На горячем, танцующем золотисто-рыжем жеребце Не сходя с коня, он крикнул Привет тебе, мой почтенный наставник Дуда, праведный Готов ли перстень? Дуда всегда спокойный и величавый Вдруг засуетился, раскрыл кожаную коробочку Достал золотой перстень И быстро спустился по ступенькам лестницы к молодому всаднику И всадник и его конь были молоды, стройны и красивы Всаднику можно было дать около двадцати пяти лет Одет он был скромно, как простой кочевник пустыни бедуин Но видно было, что даже в лохмотьях он сохранил гордую осанку смелого, вольного человека Обаяние молодости и лицо, освещенное внутренней силой, делали его прекрасным и привлекательным Кто это? Спросил Бродобрей Хасан, когда всадник, взяв перстень, вскачь умчался через площадь и скрылся в облаке пыли Дуда отвечал раздраженным голосом Не все ли тебе равно? Ты бреешь бороды, а он укращает коней Это самый лихой наездник на конских играх арабов И не было еще жеребца, который не смирился под его уверенной рукой Но зачем ему такой золотой перстень? Дуда праведный так рассверепел, что стал шипеть и кричать, размахивая руками Поднимавшиеся по ступенькам богомольцы останавливались в удивлении Почему ты привязался к этому перстню? Какая у тебя до него забота? Если бы ты был Джасусом, шпионом, правителем этого города, я бы стал тебе отвечать А сейчас ты отвяжись-ка лучше от меня Хасан Бродобри попятился и быстро удалился Он помчался прямо во дворец, чтобы рассказать Викилю, смотрителю дворца, о виденном Ведь это, кажется, перстень Алмансура Алмансур в средневековых европейских сказаниях Это имя начальника гвардии рабов в кордовском халифате Переиначено в Альмансур Ведь это, кажется, перстень Алмансура, повторял он ему взволнованно Ты доложи об этом Здесь скрыта какая-то тайна Глава вторая Ровно в полночь В Багдаде ночь наступает быстро, почти мгновенно Множество огоньков засветилось в лавках торговцев Когда Дуда, широко шагая, спешил по узким улицам вслед за вереницей других прохожих В глухом переулке он постучал в небольшую дверь Ее открыл на условный стук одноглазый мрачный сторож И Дуда прошел в узкий двор, заставленный двухколесными арбами Осторожно пробрался он среди теснившихся верблюдов И попал, наконец, в свою коморку В подвале двухъярусного строения, где хранились товары купца Махмуда Урганджи Хозяин, богатый торговец с хорезмскими шелками и вышивками Богомольный и странно приимный Несколько лет назад позволил жить в его доме резчику печати Оставшись доволен вырезанным на золотом перстне Заклинанием великого Сулеймана Принесшим ему удачу в торговле В полной темноте Дуда по привычке нашел низкий столик Положил возле него в ниши принесенную с собой кожаную сумку с инструментами И снова вышел во двор Он сел на деревянном обрубке около входа И долго покорно ждал, поднимая глаза к звездам Ярким и лучистым, сверкающим на потемневшем небе Сопевшие верблюды одни лежали, другие стояли И, казалось, оранжевые огни костра, разведенного посреди двора погонщиками Пылают между их ногами Наконец мелькнула заветная тень и приблизилась к Дуде На него повеяло ароматом розового масла Нежный голос прошептал Наш почтенный хозяин посылает тебе привет и просит помолиться за него Принимая горячую лепешку и глиняную миску дымящейся похлебки Дуда почувствовал маленькие руки с серебряными кольцами И край покрывала коснулся его лица Он покорно ждал, пока говорившая тень скрылась Обещав принести горячих углей И жадно глядел ей вслед Она вскоре вернулась, раздувая угли И тогда алый отблеск осветил нежные черты девичьего лица Ее насурмленные брови и расшитую повязку на лбу Певучий голос как будто насмешливо спросил «Почему у тебя так дрожат руки, когда ты от меня принимаешь похлебку? Я каждый раз боюсь, что ты ее прольешь» И с легким смехом девушка скрылась во мраке Дуда, вернувшись в свою коморку, раздул угли и поджег хворост в очаге При колеблющемся свете он стал писать на полях толстые священные книги Корана Раза два он доставал маленький узкий ножик и оттачивал камышинку для письма Все время он бормотал странные слова и размахивал руками, точно спорил с кем-то «Полночь. Сегодня в полночь. Это выше моих сил. Больше сердца не выдержит. Пора кончить с этой скитальческой жизнью Но все же у меня остаются надежды. Перехитрить меня не удастся никому На шахматной доске жизни выручит только ход коня Глупо идти прямой дорогой, если ее перегородила брошенная шайтаном скала «Завтра утром должна засверкать вспышка моего гения. Люди забегают и закрутятся в безумном хороводе, поднапев моей дудочке, такой скромной и слабой Только бы хватило сил. Только бы скорпион несчастья не ужалил меня прямо в сердце В том мгновении, когда удача уже может подхватить меня и вскинуть на гребень волны Дуда задвинул засов входной двери Отвернул войлок посередине комнаты Под ним показалась небольшая дверца люка Стараясь не шуметь, Дуда опустился в черное отверстие Ощупью в полной темноте Прошел он несколько шагов и наткнулся на вторую лестницу, ведущую кверху Осторожно он поднялся по ней и оказался в коморке с узким длинным столом посередине Через маленькое окно лился слабый звездный свет Дуда встал на колени и опустил голову на руки Тихо про себя читал он молитвы, сперва по-арабски, потом на каком-то другом языке Он поднимал голову, смотрел на овальное окно, потом снова принимался за молитвы Глухие рыдания потрясали его, и он с трудом удерживал их, стараясь сохранять тишину Наконец в окне показался яркий, точно раскаленный до бела край равнодушной полной луны Свершающий по небу свой обычный путь Стоя на коленях, Дуда выпрямился и вцепился руками в край стола Бледный печальный луч осветил стоящие на столе узкие носилки, сплетенные из прутьев На носилках лежало женское тело в темной шелковой одежде Оно так исхудало и высохло, что едва намечалось среди складок платья Две маленькие ручки скрестились на груди, и на них блеснули серебряные кольца Дуда откинулся назад и с трепетом ожидал Когда диск луны заполнил окно, на его ярком серебристом фоне четко вырисовался нежный профиль Дуда с безумной страстностью шептал Я здесь, твой верный слуга, я здесь возле тебя, как всегда Нежная, безгрешная, Мариам, слышишь ли ты меня? Протяни свою маленькую ручку и коснись моего лба, укрепи мои силы Он жадно всматривался в профиль, все еще надеясь, что поднимутся ресницы И лицо вздрогнет снова, пробудившись к жизни Судьба, все дурок Ужасная судьба, с которой не может справиться даже моя неукротимая воля Судьба ломает все, что я наметил, все, что я подготовил Разрушая все заклинания, но я все же не сдаюсь Луна медленно подвигалась, уходила Вот она исчезла, и нежный профиль потонул во мраке Дуда упал на колени, кусая пальцы, стараясь подавить глухие рыдания Светлая, безгрешная Мариам умерла Я вижу ее в последний раз, в последний раз Завтра ее отнесут в обитель вечного покоя Вдруг его привели в себя крики, раздавшиеся во дворе Дуда, речи к печатей, открой дверь, или мы ее выломаем Дуда колебался несколько мгновений Затем, быстро поднявшись, вернулся в свою комнату и закрыл люк старым войлоком В дверь настойчиво продолжали стучать Он отодвинул засов Черный раб с пылающим факелом шагнул внутрь коморки, наполнив ее дымом За ним на пороге стоял человек в полосатом плаще Которого Дуда знал как самого свирепого из палачей халифа Ты, Дуда, речи к печати, прозванный праведным Ты сказал истину, почтенный Мансур Меч правосудия и могучая защита трона его святейшества Сейчас ты пойдешь со мной, и мы проверим, насколько ты праведный Рабы, возьмите этого человека за руку и держите, чтоб он в темноте не убежал Он колдун, может обратиться в летучую мышь и улететь Я и так покорно повинуюсь, мой господин Дуда послушно подставил свои руки И два черных раба быстро скрутили их жесткими веревками Глава третья Во дворце великого халифа Когда два негра, державшие за руки Дуду, поднялись с ним из подвала во двор, Дуда вдруг так пронзительно закричал, что спавшие на крыше люди стали просыпаться, и отовсюду доносилась брань За что вы мучаете праведного старика? Оставьте его, злодеи! Мансур торопил негров Скорее, скорее, вперед! Дуда упирался Зачем эти бесхвостые обезьяны выворачивают мне руки? Ведь руки меня кормят Я пойду и так Он с непонятной силой повернулся к одному из негров Смотри мне в глаза, копченый свиной окорок Сейчас ты сам захочешь улечься на земле Здесь, прямо на верблюжьем помете Ложись Засыпай скорее, как сурок Огромный негр в пестром балахоне С медным кольцом в носу вдруг зашатался, осел и лег на бок Дуда повернулся ко второму негру И, впиваясь в него горящими глазами, продолжал И ты тоже, перезрелая тыква, уже захотел спать Ложись рядом с твоим приятелем-лентяем и начинай храпеть Как этот черный буйвол Второй негр, шатаясь, подошел к лежащему Свалился возле него и оба громко захрапели Мансур, разъяренный, бросался к спавшим неграм Толкал их ногами и неистово ругался Потом он вытер концом матерчатого пояса под солба И повернулся к дуде, спокойно стоящему с протянутыми к небу руками «Жемчужная луна», — говорил Дуда «Ты равно светишь великим и малым, умным и глупцам Проясни голову непонимающим, чтобы они не тащили дуду праведного, как тушу зарезанного барана» Он поклонился Мансуру и сказал «Ты ведешь меня к счастливейшему обладателю правильного мнения Зачем же ломать нужные его святейшеству руки, такие тонкие и искусные? Я пойду сам А чтобы эти два грубых верблюда не провалялись здесь сутки, я им прикажу, что надо делать Эй вы, шакалья падаль, бегите скорее домой и спите там до завтрашнего утра» Оба негра вскочили и, подтягивая руками просторные шаровары, со всех ног бросились у ворота «Иди вперед, подаватель благого совета, достойный Мансур», — сказал дуда посланнику халифа «Я следую за тобой» Черный слуга с факелом пошел впереди, за ним Мансур, постоянно оглядываясь и грозно стуча посохом Последним шагал дуда праведный, легко выбрасывая длинные сухие ноги Они прошли узкими извилистыми улицами спящего Багдада, днем всегда оживленного, полного шумной толпой Теперь только стаи собак грызлись на перекрестках из заброшенных костей И ночные сторожа, вертя трещотками, загораживали путь издалека, крича «Кто идет?» «Говорили за рублю» Услышав, что идет великий палач халифа, кровавый Мансур, сторожа отходили в сторону и склонялись до земли, бормача приветствия Дорога привела к берегу великой реки Диджле, как тогда назывался Тигр Они, вошли в поджидавшую их халифскую лодку, переправились на другой берег, где их встретили Викиль и несколько вооруженных воинов «Царь времени гневается, — сказал Викиль, — и не спит Он приказал немедленно представить перед его блистающим взором опасного злодея «Великий Мансур, — воскликнул дуда, подняв руку и обращаясь к луне «Ты все слышишь и за все отомстишь в свое время» Мансур подошел к Викиль, отвел его в сторону и волнуясь, шепотом объяснил ему, что этот высокий и рыжебородый старик, вероятно, могущественный волшебник Его не надо раздражать, а бережно доставить во дворец, чтобы он не обратил всех в летучих мышей Негров он усыпил, и они мгновенно свалились, как пьяные, а потом по его приказанию вскочили и убежали, словно облитые кипятком «Понял, понял, пожалуйста, почтенный дуда праведный, следуй за мной Его святейшество доводит над ним мир, тебя ждет, надо торопиться» Дворец и сад халифа занимали огромное пространство, чуть ли не половину города Из-за высокой стены видны были раскидистые пышные финиковые пальмы, стройные кедры И между ними плоские крыши бесчисленных зданий, которых под неусыпным присмотром тысячи евнухов хранились жемчужины халифа Мустансира Его семьсот жен Дальше выселись тонкие стрельчатые минареты дворца Местами на стене виднелись неподвижные часовые скопьями У ворот с двумя башенками по сторонам стояла стража и, волнуюсь, ожидала возвращения начальника палачей, всегда бешеного и раздражительного Стража расступилась, и дуда праведный зашагал через роскошный сад халифа, важный, торжественно, не глядя по сторонам Викили Мансур быстро прошли вперед Поднялись по ступенькам дворца, где уже ждал великий визирь с двумя слугами, державшими бронзовые резные фонари «Кто ты?» — спросил великий визирь, положив руку на седую бороду «Сын Адама, резчик печати, прозванный Дуда Праведный Ты сейчас предстанешь перед светлыми очами халифа Мустансира, да будет над ним милость неба Запомни, что ты не смеешь ему задавать вопросы, а должен только отвечать Я буду говорить все, что пожелает узнать его святейшество» — пробормотал Дуда Все поднялись по витой лестнице на крышу дворца, усланную мягкими коврами Над ней бескрайним куполом простиралось сапфировое небо, усыпанное алмазными переливающимися звездами В одном углу крыши лежали груды подушек из знаменитого багдадского красного софьяна Среди них сидел человек средних лет, с крашеной черной бородой, в большом белом тюрбане Красная шелковая одежда была расшита на плечах золотыми цветами Расположившиеся полукругом несколько приближенных сидели на пятках, положив руки на колени Дуда долго стоял в ожидании и, полуотвернувшись, смотрел вдаль Главная торговая часть города за рекой уже затянулась легким туманом Кое-где еще мигали огоньки Река Диджле слегка рябила золотыми лунными блестками В ярком свете можно было ясно различить, как далеко уходила река в сторону Персидского залива Наконец я во дворце могучего халифа Думал Дуда, задыхаясь от волнения, но наружно спокойно величавый Девять лет я ждал этого счастливого мгновения Не упускай счастья, которое встает перед тобой сегодня в этом сказочном дворце всесильных владык А что будет с тобой дальше? Будет то, чего ты сам сумеешь добиться Выслушай меня, почтенный человек Сказал в полголоса приблизившийся Викиль Ты подойдешь сейчас к его святейшеству Опустишься перед ним на колени и будешь молча ждать Дуда скинул сандалии на краю ковра Подошел к халифу, опустился на колени, склонился И поцеловал ковер между руками Здравствуй, рыжая борода, сказал халиф Я слышал, что ты знаешь тайное Ты, как всегда, сказал истину непогрешимой Да возвеличится еще более твое могущество и слава Но я должен все важное, что знаю, рассказать только тебе Без посторонних слушателей Этого требует завещание Алмансура Мои преданные друзья, обратился халиф к сидевшим Вы можете пойти отдыхать в залах дворца А я останусь только с моим великим визирем Все поднялись и, прижав руки к груди, тихо вышли мелкими почтительными шажками Дуда молча смотрел на халифа и думал Вот передо мной самый могущественный среди мусульман преемник пророка Этот араб, такой с виду обыкновенный, сохраняет в себе высшую духовную силу ислама К нему обращены мысли и моления всех почитателей веры Мухаммеда восьми концов света Он может меня возвеличить и поднять на вершину удачи и счастья Или низвергнуть в бездну горя Халиф вынул из резной серебряной коробочки золотое кольцо и спросил Ты резал это кольцо? Я должен его посмотреть Возьми Дуда на коленях приблизился к халифу Взял кольцо и почувствовал, как дотронулся до выхоленной руки халифа Ему показалось, что духовная сила ислама через это прикосновение проникла в него и обожгла его Осмотрев кольцо, Дуда сказал Пять лет назад я резал это кольцо Знаешь ли ты, что за надпись на нем тебе следует отрубить безумную твою голову? Ты можешь это сделать, хранитель закона Но тогда тайное я унесу с собой А ты ничего не узнаешь И оно повиснет над тобою, как отточенный меч судьбы Халиф вздрогнул Говори все, что знаешь А я обещаю тебя охранять И ни один волосок не упадет с твоей головы Глава четвертая Ход коня Дуда отодвинулся, сел на пятки в позе молящегося И резко повернулся назад На площадке за ним уже никого из охраны не было Он заговорил сперва спокойно, затем все более горячо Ты хорошо знаешь, Великий Что со времени кончины мудрого халифа Харун-ар-Рашида Могущество и слава великого арабского племени стали колебаться И поражение следовало за поражением Как же этого не знать? Как нам не горевать об этом? Великая держава, созданная светлым, непобедимым мечом арабов И раздвинувшая свои границы от плодоносных земель Мавритании До диких пустынных гор китайского Кашгара Стала потрясаться от внутренних беспорядков И вторжений враждебных орд диких монголов И это мне известно Должны ли мы, правоверные, примириться с этим И ждать печального конца, к которому нас приведет ослабление могущества арабов? Или нам нужно собрать все силы, чтобы снова всюду победоносно реяла Великое зеленое знамя пророка? Эта мысль давно тревожит мне сердце Тебя беспокоит кольцо, найденное на руке убитого воина Последнего потомка великого полководца Абдар-Рахмана А может быть у него остался сын? Сын достойный и прекрасный, полный ясного ума Арабы всегда страдали от того, что их шейхи Враждовали друг с другом Да, это наше давнишнее, постоянное горе Вздохнул халиф Великие люди для создания великих дел Должны окружать себя достойными же помощниками Если же существует последний потомок Абдар-Рахмана Великого полководца, разгромившего франков И грозившего завоевать все вечерние страны Если жив такой юноша, изучивший круг высших знаний в Медресе Тобою основанным, блистающий красотой и мужеством, как месяц на небе Укращающий диких коней, владеющий светлым мечом, как молнией Хотел бы ты, могучий халиф, чтобы такой юноша был тебе близок, как сын Предан, чист и верен, как слово Аллаха Чтобы он повел твои войска к новым победам Чтобы опять ярко засверкало, как в былые времена, слава арабской доблести Халиф взглянул удивленно на великого визиря Тот тихо и почтительно ответил Такого светлого воина, разумеется, лучше иметь преданным другом и защитником Чем тайным коварным врагом Всякий, кто сумеет помочь славе арабского имени Должен найти поддержку и благословение святейшего багдадского халифа Но где же этот воин? Покажи мне его Если он живой человек, а не выдуманный, созданный праздной сказкой болтуна на базаре Я могу тебе его показать Но я боюсь, не пришлось бы мне потом расплачиваться, лить слезы сожаления И рвать на себе волосы от скорби, что я погубил его Халиф сказал Я обещаю тебе, что если он такой, каким ты его описываешь Что если он не сделал и не сделает никаких преступлений То он будет под моей постоянной защитой Что ты думаешь об этом, мой верный, мудрый, великий визирь? Я хочу дать совет Да не покажется он тебе дерзким и безумным Говори, приказал халиф Ты ведь слышал, конечно, о новом страшном великом завоевателе Тимучини Чингисхане Пришедшем с востока с ордами диких монголов или татар И оставившем в харезме своего внука Конечно, ты говоришь о грозном Бату-хане Почему ты о нем спрашиваешь? Я предлагаю тебе этого смелого юношу Если он действительно такой, как его описал Дуда Праведный Послать грозному хану татарскому, как твоего посла С приветственным письмом и с подарками Прикажи этому юноше сопровождать Бату-хана и дальше, во всех его походах И убеждать его отвернуться от захвата земель халифа А идти на вечерние страны для их разгрома и завоевания Мы пока еще не знаем, какие мысли у могучего Бату-хана Может быть, татары захотят двинуться и на нашу счастливую страну Тогда твой посол, следя за всеми приготовлениями татар Заблаговременно тебя предупредит, чтобы наши доблестные войска были на готове Помолчав, халиф сказал Ты, как всегда, даешь полезные советы, мой верный слуга Разумеется, сперва надо испытать молодого потомка Ал-Мансура Поэтому, Дуда Праведный, приведи его сюда, прямо ко мне А я решу, послать ли мне юношу к хану татарскому Или же я ему дам другое поручение Я с радостью исполню твое приказание, сказал Дуда И приведу к тебе в самом скором времени молодого Абдар-Рахмана А теперь, Дуда Праведный, расскажи мне, как ты нашел этого юношу И все, что ты о нем знаешь